Всем здарова, с вами Неагрессивный и вынужден вам сообщить, что Ширкинхилл всё. На этом можно было бы заканчивать видос, но там есть ещё интересные изменения, которые дают вас пересобирать ассеты ещё. Так что давайте посмотрим, что же произошло в этом патче поподробнее. Они добавили вот такие вот интересные костюмы, похожие на White Band Set 2.0. Некоторые части брони в White Band были доработаны и покрашены вот такой вот цвет синей стали. В принципе скинчики выглядят неплохо, вот эта вот маска выглядит очень даже хорошо, тем более с капюшоном. Такая вот эпичная. Зелёный ренджер мне не очень понравился, хотя кому-то возможно он зайдёт. Тем более, что маска есть на новогоднем ивенте, подходящая под этот сет и коняшка. В целом, костюмы неплохие, но не то, чтобы вау, я бы прям их брал. С 15 ноября сегодня у нас стартует ивент Туркулон. Про него у меня есть видео на канале, можете посмотреть, кого интересует, что же там в Туркулоне такого интересного можно выбить. Давайте пройдёмся по самым интересным изменениям, которые были сделаны в этом патче. Исправлена проблема с подсчётом врагов на верфи Династии. Сейчас это 60. Исправлена ошибка, из-за которой Гулдар не учитывался при подсчёте названных врагов в глубинах. В общем, в Династии не доставало мобов, точнее по счётчику. И теперь счётчик скорректирован определённым образом, чтобы их хватало. Ну и также в Девсе не учитывался именной моб. Теперь он учитывается. Артефакты. Копьё скорпиона к перку жала добавлен компромисс. Время восстановления увеличивается на 50% при использовании. То есть вы заюзали, притянули к себе чела, и у вас кэдэха на 50% дольше будет. В принципе, хорошее изменение, потому что иногда, очень часто это копьё притягивало. Тем более, что там есть ваншот комба, который не выпускает вас из контроля. Как будто неплохой фикс. Сейчас потерянный секундомер, это стоп-вотч, продолжительность изменена со 100% на фиксированное увеличение на 1 секунду. Он продляет время контроля, и через него можно было загустать контроль сильно больше, чем на 1 секунду. Теперь это всегда максимально 1 секунда. Увеличен компромисс между снижениями урона. Там была порезка урона базового в 5%, теперь это 10% базового урона. О да! Ну куда же мы без флейла? Теперь он получает бонус к урону по сбитым с ног целям. Ну да, действительно, флейл был самым обделённым оружием в игре и не носил урона. Теперь он ещё немножко должен больше наносить урон. Эффекты статуса заболевания. Вот это вот интересное изменение. Все болезни игрока ко всем эффектам статуса болезни добавлен штраф за исходящее лечение. Это означает, что там есть не только порезка входящего исцеления, но и исходящего. Чумные критические удары убраны требования к здоровью. То есть теперь, который режет исцеление, работает не свыше 50% хп, а всё время. И вы можете его стакать постоянно. Чумные удары теперь его можно обновлять, пока он активен. Волнение отличения. Время восстановления увеличено с 5 до 10 секунд. Это как раз на Shirking Hills. Раз в 5 секунд 3100 было ещё неплохо, но раз в 10 секунд это уже достаточно плохо, чтобы свапать этот перк на какой-нибудь другой. Рубящий физический вард поглощение. Обновлены все драгоценные камни и перки физических вардов и режущих вардов. Теперь они включают урон от кровотечения к часть рубящего урона. Теперь урон от кровотечения засчитывается как физ урон. И у нас есть перки, которые это дефают. За стивный тшот длительность уменьшена с 8 до 4 секунд. Ну, это наша сеточка. Теперь её порезали в половину, чтобы она не так долго тикала. Кто-то очень сильно жаловался. Блондербас. И у нас есть небольшая порезка Блондербаса. Ему повысили базовый урон в ПВЕ, чтобы он чуть больше дамажил. Пассивный эффект последний шанс порезан на 20%. Пассивный эффект при броске сделан каждый, что каждый стэк имеет свою уникальную длительность. Есть основной огонь, коэффициент урона снижен с 23% на дробинку до 21%. Я не думаю, что эти 2% как-то сильно повлияют на ББ. И АСБ урон уменьшен с 50% за дробинку до 45% за дробинку. Ну, тоже 5% порезка. Но в целом это не так сильно режет ББ. Он как был, так и будет дамажить. Единственное что, нетшот очень вкусный, порезан до 4 секунд вместо 8. Вот это уже немножко грустно. Лайфстав. Всплеск света. Порезан в 4 раза, мать его. Я вот не знаю, каким надо быть гением, чтобы порезать ладошки до 25 метров. 50 еще можно было, но 25 метров это... Ну, типа просто это теперь неиграбельная фигня. Ты должен вплотную подходить, чтобы захилить своих союзников. В случае арен это неплохо. То есть это вынуждает хила заходить ближе к челам, которых он хилит. Но в случае ПВЕ ужасные изменения. Рукавицы пустоты. Войдблэйд. Удалено ограничение продолжительности действия войдблэйд. Теперь оно остается активным, пока оружие не станет неактивным. Идет речь о том, что если вы прокнули войдблэйд, он у вас работает все время, пока у вас в руках войд перчатка. Если вы ее свапнули на другую пушку, войдблэйд выключился. Исправлена ошибка, из-за которой несколько ошеломляющих атак не приводили к увеличению уклонения от прорыва. И также исправлена проблема с атаками, которые не ошеломляли, но не преднамеренно увеличивали уклонение от прорыва. Речь о том, что у нас на ОДО есть два прокида, которые не стакали в течение уклонения от прорыва. Это механика, которая называется перекап контроля. И когда на вас стакают перекап, вы можете выйти бесплатным доджом. И скорее всего это фикс именно этой механики. И теперь из ОДО, О чудо, скорее всего мы должны выбираться бесплатным доджом. Как это будет работать на лаве, надо смотреть. Но возможно это фикс, который нам поможет вылазить из невероятного контроля, в котором нам можно было остаться и откиснуть. Правда, ошибка, из-за которой не удавалось улучшить некоторые именные PvP предметы. В определенный промежуток времени нельзя было улучшить чемпионские амулеты. Да и в принципе множество вещей из PvP трекера. Некоторые из них улучшались, некоторые из них не улучшались. Потом опять выключались. И вот разработчики наконец-то нам их починили. И мы можем спокойно их улучшать до 700 гира, если это нам, конечно, надо. Но в случае чемпионских амулетов это интересная история, потому что туда можно запихнуть протекты. И в принципе получается бисовый амулет с протектами за 20к голды условно с учетом подешевления матриц. Отключена возможность использовать зелья секрет спор в PvP на арене. И отключен эффект статуса благословения Артемеды при присоединении к PvP инстанциям на арене и экспедициям, не относящимся к Savage Divide. Это у нас новая баночка спор, которую все активно багаюзили. Дело в том, что самая топовая банка работает 3 минуты. И там есть эффекты на выбор, которые вы закрафчиваете. Есть увеличение урона и есть понижение урона. Прикиньте, 20% доп. урона на арене. Или 20% снижение урона где-нибудь в данже, в лоуконе. И это работало везде. Это работало абсолютно везде. А потом этот эффект был выключен вообще. И банка спор в принципе не работала. И сейчас они ее включили. Теперь она работает так, как должна только в Savage Divide. И во всех остальных режимах она не работает. Правильно, редкая проблема, приводящая к сбою игры при просмотре результатов гонок влияния, в которых участвовало более 20 компаний. В общем, вы могли посмотреть статистику и вылететь из игры, просто смотрев статистику Influence Race. Теперь вы хоть в одном моменте вылетаете меньше. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые краски были непригодны для использования. Исправлена проблема с красками для следующих скинов Черный Шпиль, Кающийся, Выбийца, Мрачный Легионер. Теперь вы можете корректно накладывать краски на эти скины. Но в принципе, скорее всего, подфиксили некоторые краски. И исправлены визуальные проблемы с юбками одежды и другими коллайдерами скинов. Скорее всего, речь идет о каких-то висящих элементах одежды. Возможно, они теперь более хорошо накладываются друг на друга и не залипают. На это можно сказать, что самые интересные изменения в этом патче закончены. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и увидимся в Этернуме.